Всем привет, ребята! Я сейчас собираюсь пойти по делам. Мне нужно сходить, получается, в клинику, сдать анализы на гормоны щитовидной железы, чтобы посмотреть, что со мной не то. И я сейчас глицин под язык положила, поэтому разговариваю странно. Сегодня я решила не красить, потому что времени нет. Просто нанесла BB крем, получается, чтобы защитить кожу и румяна. Сразу такой вид появился, как будто бы я не собираюсь идти на улицу, а как будто я уже с улицы пришла. И знаете, когда я не наношу BB крем, выходит на улицу, кожа прям вот так раздирает. А когда накрашено, всё защищено, всё отлично. Так что пойду сейчас. У нас сегодня не так холодно. Ветер дует, конечно, но он тёплый. 0 градусов по сравнению с минус 15-ми ощущается, как будто бы весна наступает. И такой вот тёплый воздух прям очень сильно нравится. Потом приду домой, наверное, покажу вам посылку, какая ко мне пришла. Ну, в общем, буду заниматься уже потом домашними заботами. Кстати, у меня сегодня такой свитер. Ну, он симпатично смотрится. Горловина здесь такая... Она высокая, но при этом не сжимает. Поэтому он мне нравится и по цвету подходит, мне кажется, моей коже лица. Зашла в магазин по дороге. Смотрите, какой аппетитный лимон. Огромный и здоровый. И я ещё взяла мандарины немножечко, потому что в прошлый раз мы переели, а потом перерывы сделали на недельке полторы. Сейчас опять захотелось фруктов. Грейбфрут. Последний раз покупали, он был очень горький. Пришла я домой, купила молоко. Такой десерт этот творожный. Первый раз такой вижу. Чизкейк и кокос и миндаль. Или, по-моему, мы даже такой ели. Короче, купила, захотелось. Потом Каролине взяла хариба. Это наши любимые мармеладки. Шпроты в масле на завтрак. И это ещё что-то. Это горбуша. Да. Мандаринчики. Они были прям свеженькие. Так что начищу разом. Разом и съедем. И морковка. В моей комнате ужасно, ужасно темно. Из-за того, что шторы. Да и на улице тоже, знаете, не особо светло. Я сейчас в магазине пошла и купила такие носочки уже к Новому году. Ну, что-нибудь захотелось просто так для настроения. Здесь у меня уже вот эти клетчатые пледики из Икеи. И, ну, для ног. Просто когда я монтирую, моих сапожек мне стало мало, потому что они вечно у меня где-то лежат. Я в них теперь и по дому хожу. Так что взяла такие носочки высокие. Чисто, чтобы вот дома ходить. Вот. Они такие плотненькие. Нужно и Каролине подобрать что-нибудь такое интересное. Напишите в комментариях, вы что-нибудь к Новому году уже какие-нибудь вещи, там, атрибуты покупали. Ну, за исключением ёлки и ёлочных игрушек. Так, чтобы чисто себя порадовать. Это я вот случайно увидела. Думала, как прикольно. Нужно купить. И пришла ко мне посылочка, которую я сейчас вам хочу показать. Так, здесь все упаковочная бумага. Помните, я постоянно заказывала вишню и клюкву сушеную. Именно с одного сайта, потому что она там очень вкусная, вишня сушеная. И Каролина так на неё подсела, что мы когда куда-нибудь, допустим, едем на машине, её очень часто укачивает, поэтому нужно что-нибудь такое кисленькое. И вот эти вишни как раз-таки напоминают, знаете, как будто бы вишня упала и сама по себе высохла. Очень вкусно. Прям вот детство вспоминаю сразу. Обычно покупала просто одну пачку на пробу, потом взяла две пачки, а в этот раз четыре решила заказать. Вот, потом я ещё взяла маме витамины. Такую большую упаковку сразу. Не знаю, там, по-моему, на несколько курсов даже должно хватить. Ещё раз прочитаю. Но по отзывам смотрела, были хорошие. И витамины нам сержим. У Каролины-то витамины есть, а нам сержим нужно тоже. Это для женщин, это для мужчин. Вот, тоже мы с ним попринимаем. Но я не знаю, нужны ли витамины или не нужны. Всё-таки мне кажется, что с нашим ритмом жизни всё равно мы мало едим фруктов, овощей. И всё очень плохо усваивается, потому что у нас фрукты и овощи, они не такие, наверное, скорее всего, потому что они все привозные. Ну, в общем, лучше пусть будут ещё витаминки. Так что это мы с сержем всей семьёй будем принимать теперь. Это скраб для ног. Нужны мне были такие штучки для педикюра, потому что все позаканчивались. У меня было только масло, а мне нужен был именно скраб. Потому что сейчас зимой особенно очень сильно сохнет кожа. Потому что и отопление, и от мороза, и от всего обязательно-обязательно нужно за ногами ухаживать. Опять заказала эти зубные нити. Их постоянно заказываю. Самые лучшие эти зубные нитки. Не знаю, они мне очень нравятся. Я их и Антону отдаю. Он, кстати говоря, меня подсадил на зубные нити. Вика ими пользуется. Короче, все-все-все абсолютно. Эта штучка, по-моему, я её заказывала от стоматита. Нужно будет прочитать. Да. Я потому что помню, что что-то такое было. Ну, вот видите, здесь не написано ничего на русском. Поэтому я не могу понять. Но я помню просто так, что заказывала что-то от стоматита. И от одной из самых любимых фирм. Заказала Андала Нейчерлс. Это гель для глаз. Вот так вот он выглядит. Контурный гель. Либо мне, либо маме, скорее всего. Потому что у меня там, в принципе, для глаз ещё остался. А это ей. Потому что у неё закончилось. У неё тоже крема есть от Андала Нейчерлс. Так что будет подходить ей. И, как обычно, здесь накидали какие-то пробники. Которые я никогда не пробую. Так что такой был у меня заказик. Все ссылочки на эти продукты и товары я оставлю вам внизу в описании, как обычно. Если вдруг что понравится, то посмотрите. И ещё оставлю свой промокод на скидку. Так что в описании будет вся информация. Если вдруг вам это тоже нужно будет. Смотрите, какая прикольная бутылочка. Сейчас вот распаковала, посмотрела. Прям, ну, вообще прелесть. А вообще прикол, хотите? Я сегодня хотела пойти сдать анализы, как я вам сказала. Но эндокринолог мне не сказала, что нужно сдавать натощак. И она мне ещё говорит, ну, придёте в любое время дня. Ну, по расписанию, как работает клиника. И сдадите. Но я думаю, раз в любое время дня, значит, можно не натощак. Потому что если натощак, то обычно говорят с утра. Потому что целый день же ты не можешь ходить голодный ради того, чтобы пойти и сдать анализ. Ну, я как бы думаю, раз она не сказала, во сколько нужно прийти. Потому что клиника это, ну, платная получается. Раз она сказала, в любое время дня, значит, можно поесть. И поэтому я с утра позавтракала. Я прихожу, и мне говорят, вы, конечно, можете сдать анализ. Но как бы он будет всё равно не точный. Так что приходите завтра натощак с утра. Ну, я говорю, а мне сказали, вот в течение дня. Она говорит, ну, можно, говорит, в течение дня. Просто если вы хотите, чтобы было всё точно, то нужно натощак. Так что я ушла и не сдала анализ. Потом пошла по делам, побегала. И завтра не смогу поехать сдать анализ. Потому что завтра я, скорее всего, поеду на презентацию. Меня опять пригласили. Так что уже это отложится ещё на несколько дней. Я думаю, вы заметили, что с этого аркурса теперь я часто в последнее время во влогах вещаю. Потому что мне очень нравится новый штатив, который ко мне пришёл. И вот, пользуясь им постоянно по всему дому. И к тому же здесь шторы красиво смотрятся. Моя книжная полка. И вообще такой уют создался. Плюс ещё вот эта шопка. Такой вот прям мой уголок, действительно. Рабочая моя зона. Здесь я монтирую. Здесь я делаю абсолютно всё. Всё, все мои документы, крашусь я. Всё-всё-всё тоже мне происходит на этом столе. Кстати, я его хочу заменить. Вот этот свой икеевский двухметровый стол. Там стоит метр двадцать. Не тот, не этот сюда не подходит. Наверное, буду покупать что-то среднее. Потому что это слишком большое. И площадь из-за того, что огромная, постоянно у меня есть желание всё свалить на стол, на стол. А, на стол положи, потом я уберу. На стол положи, потом я уберу. Нет. Нужно будет что-то поменять. Тот стол-то я использую для того, чтобы снимать видео. Ей нужно будет ещё один стол купить, чтобы Сержу как рабочий использовать. Каролина сегодня, получается, на танцы пошла. А вообще, школьные курсы её сдвинули на один день. Так мы ходим постоянно в четверг. И, соответственно, танцы у неё в понедельник-среду. И у нас всё нормально. Чики-пуки. А это сдвинули, получается, на среду школу. Но у нас не получается пойти, потому что, если мы пропустим танцы, нам никто не будет переносить урок или ещё что-нибудь. Потому что ты там платишь в месяц сумму. И неважно, ходишь ты или не ходишь, никто не делает перерасчёт. А школу тоже пропускать не хочется. Поэтому мы решили с учительницей, что Каролина завтра пойдёт в другую группу, просто отучится это занятие. И таким образом она не пропустит ни школу, ни танцы. Надела сейчас носочки. Такие они смешные. Большие какие-то ноги в них. Но зато такие мягкие, тёпленькие. И знаете, что самое прикольное? Здесь есть такие тормоза, которые прям очень хорошо тормозят. Наступаешь и прям прилипают так они. К полу резиновые. Ну, слушайте, мне нравятся именно... Ну, не вот такие вот высокие, а вот досюда. Потому что, ну, это самая оптимальная длина. Высота. Так что теперь буду сидеть за компьютером. Мне сейчас нужно посидеть чуть-чуть. И как раз протестирую свои новые носочки. Мёрзнут в них ноги или нет. Я пошла уже, искупалась. Потому что завтра мне нужно будет очень рано выйти из дома. Поэтому мне пришлось с вечера помыть волосы. Обычно я это в течение дня делаю, либо же с утра. А на ночь не люблю. Потому что волосы потом очень долго сохнут. Их приходится подсушивать феном. А так у меня волосы сами по себе чаще всего высыхают. И всё. Уже нанесла полностью свой уход на лицо. Поэтому кожа у меня такая вся блестящая. И сейчас буду монтировать видео. Потом буду уже отдыхать. Так что я надеюсь, что вам понравился этот лок. Вы поставили ему пальчик вверх. Это был такой влог масс. Может быть, я сделаю в этом году тоже какую-нибудь рождественскую заставку. Ну, новогоднюю, как это было в прошлом году. Чтобы она как-то ассоциировалась с моим влогом. Потому что вы часто, когда слышите моих видео, песню, которая была в прошлых моих видео новогодних, вы сами пишите о том, что сразу ностальгия такая. Вспомнила те времена. И да, у меня тоже на самом деле такое происходит. И я думаю, надо в этом году тоже сделать какую-нибудь рождественскую, ну, новогоднюю заставку. Пока ещё не делала. Как-то в этом году с этим мы прошляпили. Но я думаю, что где-то через недельку, может быть, с середины декабря у меня уже будет эта заставка. Вплоть до Старого Нового Года. Либо же вообще будет до конца января, до февраль. Ну, короче, посмотрим. Так что смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Увидимся с вами уже в следующем. Всем удачи, всем пока!